В последний путь отечественная шестерка отправляется на эвакуаторе. Конечная точка маршрута, пункт приема металлов. Как-то пришел на работу, разговор был и не о чем. Разговорились об машинах, говорю, во дворе стоит автохлам, где уже живут и бомжи, и все. Мы поговорили, поговорили и все. Через несколько дней к разговору о брошенной машине вернулся коллега по работе. Спрашивал, где точно стоит шестерка и куда делся хозяин. Сейчас мужчина рассказывает оперативникам совсем другую историю. Коллега по работе попросил сдать машину, которая угрожает возникновению пожара его машины во дворе. Заниматься сам вывозом машины мужчина не стал. Попросил знакомых увезти ее и сдать. И у кадра подъехал, в этот момент мужик с женщиной приходили, в этом же доме живут. Говорят, вы что, ребята, хотите машину убрать? Говорят, хозяин умер, мол, тот знакомый, говорит, мол, никто не будет, хозяин умер. Тут кричит, хозяин живой. Даже узнав о том, что хозяин машины жив, останавливаться злоумышленники не стали. Владелец, увидев на утро пустое место во дворе, обратился в полицию. По данному факту, в отделом дознания было возбуждено уголовное дело по статье 158 уголовного кодуса Российской Федерации. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий за решение данного преступления был задержан местный житель. Избраны мероприятия и подписка о невыезде. Владель шестерки пояснил оперативникам, что ездил на ней лишь в летнее время. Между тем, транспорт, оставленный без присмотра, на длительное время является предметом преступного посягательства. Угнанный автомобиль или мотоцикл зачастую разокомплектовывается или превращается в орудие преступления. Обо всех брошенных транспортных средствах можно сообщать по телефону 02 или 102 с мобильного устройства. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов. Вести. Дежурная часть. Саратов.